я собрала детей выпустила их уже на улицу кирюха слышит что где-то кто-то говорит но где говорит непонятно кирюша у нас сегодня последний день нет из спальни из моей на сегодня последний день мы сегодня последний последнее путешествие едем на гору карвендель там интересный музей снег санки в общем оторвемся сегодня мы в машинном отделении это устройство которое тянет кабинку на гору ооо как бы так повернуться вы посмотрите какое оно огромное какие там тросы вот эти канады выдерживают 44 тонны представляете и самое интересное что кабинки должны двигаться одновременно одна едет наверх другая едет вниз ну так устроен механизм вот этот мотор и рядом в гире они регулируют вес насколько тяжелая кабинка я если честно думала что он будет более автоматизированным а тут сплошная механика но с другой стороны это правда электроника может подвести механика с механикой можно работать вот этот трос выдерживает 44 тонны вот этот трос 20 тонн а я боится мы стоим над это же не знаю как это называется над какой металлической конструкцией металлической бетонной которая уходит далеко вниз а что там внизу пока противовес это противовес да не по несколько тонн обалдеть это противовесы в общем они удерживают всю эту конструкцию вот это колесо тянет кабинку вверх и вниз а вот это удерживает тросы натянутыми как интересненько вот поэтому она и крутится она крутится то в ту сторону то в ту сторону крутяк вот этот машинист который водит нашу экскурсию он работает один в этом машинном отделении еще два человека работают в кабинках те которые идут вперед и назад ну и один человек на кассе наверху да так что четыре человека на смене а вообще их восемь человек две смены работают кабинка едет максимально 10 метров в секунду представляете но вообще в нормальном состоянии едет она 5 метров в секунду а вот и кабинка а это кабинное отделение там он камеры стоят и отсюда во все управляется вон эти тросы которые выдерживают тонны кабинка поехала наверх и мы так поедем сейчас как я и обещала мы поехали дети смотрят впереди как мы собираемся на глаз едем мы сейчас 5 метров в секунду муж крупным планом забираемся там дорога маленькая такая узенькая класс быстрее поехала да побыстрее пошло или потому что мы ближе к горе и так кажется сейчас кажется что мы зацепим кабинкой что-нибудь это супер как красиво у нас здесь аттракционы смотрите стекала вода что ли что-то таяло там лед мы приехали в общем-то поднимаемся вот туда мы сейчас пойдем в этот музей видите он нависает прям над пропастью здорово вот он вид с выхода из кабинки посмотрите какая красота солнце немножко слепит но вот мы спускаемся нам дали 5 минут побыть здесь побаловаться и потом мы пойдем в эту трубу вот так вот класс так ну что получился? получилось? получилось? ангелочек получился мы тут нашли красивую площадку так тут показано что аккуратно можно шлепнуться вниз вот видите? я понимаю почему потому что тут сразу обрыв можно так хорошенько поскользнуться навернуться это вот мы находимся под трубой ну и собственно мы находимся в этом месте мы находимся в этом месте Ну и, собственно, мы идем в этот музей-панораму. Вот, в музее мы можем полюбоваться панорамой, уже не рискуя быть сдутыми ветром, и даже вот посмотреть на кабинку, которая едет вниз. И вот туда, в глубину, в бездну. Ах, как же красиво. Жалко, что последний день. Я думаю, мы обязательно вернемся. Даже зимой это незабываемое путешествие, незабываемое удовольствие. Да ты папу не раскатаешь. Да нет, зайка, силенок у тебя не хватит. Ну вот для чего нужны дети, в общем-то. Вот она для чего это сделала, понял? Доса тебя выжила. Да, подсидела. А, да. Класс? Ага. Я думаю. Все вместе катаем, Аню. Главное, смотри, не вытруси ее оттуда. Нам дали вот такие опросники, вопросники, и отправили изучать в музей. Там два таких окуляра, можно посмотреть, там меняются картинки. А здесь вот такая вот трубка от душа, можно послушать. И что ты слышала, дочка? Вот так вот, надо же всем посмотреть. Музей очень прикольно украшен. Вот такими вот ботинками. Саша там говорила, как удобно использовать старую обувь. Вот, пожалуйста, почему бы и нет. Вот, но это еще ничего. Вот здесь зал украшен лыжами. Да. Вот. А здесь граблями. Или граблями. Граблями, наверное, будет правильнее. А это вот гнезда и яйца. Вот это вот горный орел. Он приносит обычно два яйца. И при том, что только одно из них выживает. Это вот что? Альпендер. Не знаю, что это. Там гнезда птиц местных. Ну, это орел. Вот это я не знаю, что это за птичка. Коль крабль. Вот так вот, видите, он. Он не парится насчет этих, насчет гнезда. Снес его куда-нибудь в камушке. И норм. Эти хоть о гнездах позаботились. О, какие птицы здесь. Это, видимо, как они каркают. Мама, смотри, там можно смотреть. Можно смотреть? Какая красота. Ты ж моя бесстрашная дочь. Любопытная. Смотрите, какой большой размах крыльев. Орла. А это что-то на ворону похоже. Так это и ворон есть. Это и есть ворон. Но крупненький такой. Ух. А там картинки сменяются. Такие они объемные. Аня уже заняла место. О, какой ты классный у меня. Вот так вот. Возле барана. Я и видео, и фото сразу опять. Видео включила вместо фото. Видишь, что солнце черное вокруг нас? Да. А, вот это альпеншни хан. Это те, которые там яйца не захотели откладывать в это. Это снежная курочка. Ага. Вот эти вот снежные курочки линятся делать гнезда. Ну, значит, они так попаются и живут. Это так они разговаривают. Ирина заполняет. Теперь мы пойдем вниз. По крутой лестнице. Так мы вместе пойдем, а не одна. Давай. Ой-ой. Далеко спускаться. Здесь показывают кино. Детям вручили вот такие сертификаты. Вот и Кириллу, и Ане за то, что они отвечали на вопросы, изучали и дали даже по игрушечке. Можно было выбрать, да, Анюта? Да. Угу. Красота какая. А вот разновидности камней. Кальцит, мрамор, аконит или он анкоид. Раухбеке. Какой-то вонючий камень, видимо. Брайшо. Боже мой. Гранат. Кристаллы. Остатки аконитов. Теперь мы идем в какой-то туннель. Интересненько. Ух ты, и правда туннель. так но это похоже знаете на фильм ужасов группа туристов заблудилась в туннеле он такой длинный вырублен прямо тут даже какие-то потеки прямо в скале муж меня обогнал надоелось им надоело ему плестись за мной и мы спускаемся куда-то вниз мы вышли вот из этой будки и попали на такой шикарный пейзаж там вон видите есть панорамная скамеечка нас наверно туда не пустят мы идем под этому крестику по узкой узкой тропинке ну и вот так вот более видно как мы спускаемся здесь обрыв вот он крутой вниз идет и там только что мы были там тоже обрыв но это так классно итак дорога назад мы идем в гору нам и спускались а здесь приходится подниматься мы приземлились на перекус вместе с красивыми видами но видов нам не досталось но еду мы таки заказали у нас здесь я не знаю как это называется мясо с каким-то ягодным соусом из какой-то фрикаделька ко всему идет к нёдля ко всему идут мягенькие свежайшие брецли у детей гуляш и потом белые сосиски но мама своя еда вкусно вкусно кафе стоит елочка красивая а еще мне здесь нравятся вот такие вот люстры здесь много таких люстр красивые такие игрушечки которые мы только что были 2 километра 234 метра. 44. 44? Да. 244. Ошиблась на 10 метров. Блин. Вон где мы были. Видите? Высоко. Сейчас покажу пальчиком, кто не видит. Вот там. Здесь такое уютное кафе. Но в кафе мы уже не пойдем. Потому что у нас еще на сегодня есть планы. Только начало третьего мы можем успеть еще в одно интересное место, которое мне вчера порекомендовала Катюша. К сожалению, я не помню его название. Поэтому название мы узнаем его на месте. Но могу сказать, что это будет ущелье. Но абсолютно другое. Не такое, как мы были. Вот так это выглядит все сверху. Покажу вам картинку. Это там, где мы были. В музее вот это. А здесь мы кушали. На этой штуке поднимаешься. Поднимаешься. Проходишь по тому туннелю, где мы ходили. По туннелю. Оттуда можно спуститься на лыжах. На лыжах. И там даже есть вон где поесть. Да. Вот это вот место. Но сейчас оно закрыто. Там вон есть табло. Что открыто, что закрыто. Смотрите, а это возможности путешествовать. Это вот все тропы. Как можно в летнее время себя поразвлекать? Кто любит сбираться? Надо на 2 километра 300 метров. Вот вверх. А это получается же, да, не по прямой. А такими путями. Наверное, там все 4 километра надо протопать. Ну, в общем, можно развлекаться.